20 миллионов гривен потратила Нафтогаз Украины в прошлом году на пятерых членов своего наблюдательного совета. Такие данные приводятся в отчете этой компании. 15 миллионов пошли на зарплату четверым из них. Уже бывшая глава Нафсовета Юлия Ковалев оклада не получила, поскольку является государственной служащей. Зато на нее и ее коллег по наблюдательному совету дополнительно потратили еще 5 миллионов гривен. В такую огромную сумму обошлось обеспечение работы. Этого органа речь идет о командировках, проживании, телефонной связи. Напомню, сегодня кабинет министров признал работу Нафтогаза условно удовлетворительной. И в то же время около 2 миллиардов долларов украинцы переплатили за газ в прошлом году. Это следует из финансового отчета того же Нафтогаза. Напомню, сейчас мы с вами платим за 1000 кубов почти 6900 гривен. Но по мнению экспертов цена эта должна быть как минимум в два раза ниже. Так куда же идут деньги украинцев и как работают схемы, на которых чиновники зарабатывают миллиарды? Подробнее наши корреспонденты. Село Софиевка, Сумской области. До границы с Россией отсюда всего 15 километров. Именно здесь находится одна из главных компрессорных станций, которые обеспечивают транзит российского газа по территории Украины. Днем и ночью здесь работают жители Сум и всех окрестных сел. Каждый день из-за три автобуса, еще и рабочая там смена какая-то. Компрессоры стоят, газ перекачивают. Отсюда российский газ идет транзитом через всю территорию Украины, аж до границы со Словакией. На другую станцию Ужгород. Этим газом Украина не пользуется. Уже два года мы покупаем его у Европы. Однако лишь формально. Российский газ идет транзитом через Украину, попадает в Словакию. Там он просто разворачивается. 20 километров идет по Словакской территории, потом 20 километров в обратную сторону попадает в Украину. Формально газ, то есть куплен европейскими компаниями, по факту это российский газ, который прошел через украинскую территорию. Забирку сделано в Европе. С каждой тысячи кубометров украинцы платят 12 долларов. Однако это далеко не все. В формуле учитывается транспортировка газа до немецкой биржи NCG в городе Раттинген. Почти на границе с Голландией. Газ должен пройти границу и вернуться назад в Украину. Тогда он уже как бы считается европейским и считается по формуле немецкого хаба. Сюда добавляется 30 долларов в среднем на транзит каждой тысячи кубометров. Якобы он был протранспортирован из Германии в направлении Украины. Эту формулу придумали еще в Кабмине Яценюка. Однако газ с границы никто никуда не транспортирует. Он остается здесь в пределах 20 километров от украинской границы и идет назад. Только за прошлый год этот несуществующий транзит принес в чей-то карман 900 миллионов долларов из карманов украинцев. Однако главный секрет схемы в том, что этот газ люди практически не потребляют. Он идет в промышленности. А людям поставляют газ наш, добытый в Украине. Но платим мы как за европейский. Украинцы, они споживают газ, который добывается в Украине. И у него своя собевартость. В среднем, действительно, цена виходит порядка 60-70 долларов, 80 долларов. Одни тысячи кубометров газа. И с всеми необходимыми платежами, максимально, яку может освоить украинство компания, становится порядка 3,5 тысяч гривен максимум. Но не 6 тысяч 900 гривен, которые сегодня оплачивает население. 3 тысячи 500 гривен за тысячу кубов. Именно столько, а не 6 тысяч 900 должен стоить газ, уверены эксперты. Только за прошлый год на этой схеме компания «Нефтегаз Украины» заработала почти 2 миллиарда долларов. Более 50 миллиардов гривен. Куда направляются эти деньги, остается большой загадкой. При этом половина украинских домохозяйств вынуждена сидеть на субсидиях. Еще ранее журналисты писали о том, что с газовыми схемами может быть связан директор по развитию «Нефтегаза» Юрий Витренко, которого СМИ связывает с одним из главных поставщиков газа в Украину – немецкой дочке компании «Трейлстон», зарегистрированной в офшоре. Тем временем в самом «Нефтегазе» хвалится сверхприбылью. За прошлый год топ-менеджмент компании увеличил себе зарплаты в 13 раз. По данным журналистов, глава «Нефтегаза» Андрей Коболев зарабатывает в среднем по 2 миллиона гривен в месяц. Журналистам 112 канала удалось увидеть и роскошный дом главного газового менеджера страны. Вот он, в элитном поселке на Киевском море. 300 квадратов. Цена – около миллиона долларов. Это в то время, как украинцам попросту нечем платить за теплой газ. Долги людей уже перевалили за 30 миллиардов гривен. В прошлом году миллиард 400 пошел просто на содержание «Нефтегаза». Просто. За оплату Коболева, его автопарк, на оплату бумаги, принтеров, здания на Хмельницкого 6 и всего остального. Полтора миллиарда гривен. Какой конкуренции может интересить? Законна ли цена на газ? Почему украинцы платят за несуществующий транзит? И кто стоит за офшорными компаниями? Проверить это. А заодно и за что топ-менеджеры «Нефтегаза» получают миллионы? Правоохранителей призывают народные депутаты. В Генпрокуратуре еще в феврале пообещали проверить все эти факты. Однако ответа нет до сих пор.